Запах здесь как бы не очень приятный, особенно вот, я не знаю, в зимний период как-то он обостряется, а там дальше еще хуже. Ну и тяжелый запах присутствует с временами. Густой пар из резервуаров по очистке отходов под гнетом ворон. Это и есть источник неприятного запаха в районе улицы Магистральная в Казани. В мае здесь уже обещают ясное небо, а найти по запаху геолокацию так называемых БОСК не удастся. 25 таких объектов будут изолированы, как в Москве и Череповцах. Если раньше биологические очистные сооружения выглядели подобным образом, то после завершения реализации проекта все они будут перекрыты железными перегородками. Дополнительно в приемных камерах резервуаров установят систему очистки воздуха. Кроме защиты БОСК пройдет и апгрейд. В этом году запланировано строительство нового комплекса по термомеханической переработке осадка. Понятие иловые поля должно уйти в прошлое, но глядя в будущее возникает резонный вопрос, кто заплатит за новшества. Общая сумма капитала уложения оценится 44 миллиарда рублей. Источниками инициационной программы плата за технологические присоединения, аморализационные отчисления и заемные средства. Таким образом это не отразится на тарифах для населения. Помочь должны субсидии по федеральным и республиканским программам. У Водоканала в разгаре чуть ли не самый масштабный проект в его истории – КНС «Заречье». Задачи у предприятия целый букет и все важные, все нужно делать, не откладывая в долгий ящик. О значении КНС для всего «Заречье» мы неоднократно говорили. Только в этом году на инвестиционные программы Водоканала направят 1,3 миллиарда рублей. Чтобы при этом ничего не изменилось насчет фактурах, будет контролировать Госкомитет по тарифам. Слава Бухмадулин, Данил Филатов, ТНВ, Казань.